Перенос времени оперативного совещания правительства в республике Башкортостан после продолжительных праздников становится делом, в общем-то, уже привычным. И хочется верить, что причина здесь вовсе не в тяжелом похмелье председательствующих и присутствующих, а хотя бы в том, что даже в эти 3-4 выходных наши руководители, вожди, спешат слетать в Москву, проверить, как там их московские квартирки, ну или захватить последние солнечные деньки в Сочи. В общем, не будем думать о плохом, будем думать о хорошем. Впрочем, появившийся с трехчасовым опозданием на оперативном совещании Ради Хабиров объяснил это опоздание тем, что он был вынужден съездить в Иглино на открытие одной из крупнейших в Башкирии новых школ. Очень интересно, как ему далась эта поездка с учетом коллапса, вызванного перекрытием Шакшинского моста, и удалось ли Ради Фаридовичу в полной мере разделить с гражданами и жителями города Уфы те прелести Техаса Хабирова, которые, в общем-то, накрывают горожан каждый день. А вот Ради Фаридовичу с этим пришлось, видимо, столкнуться единожды. Однако Хабиров никаких комментариев на этот счет не давал. В своем вступительном слове Хабиров упомянул празднование 4 ноября, этого пресловутого Дня народного единства, Хабиров в своей речи уверял, что единство людей и идей наличествует в нашем обществе, что это все прекрасно, замечательно, праздник светлый и так далее. Много лет, в общем-то, идет обсуждение сущности этого 4 ноября, которое было привнесено нам взамен на 7 ноября. Ну, в общем-то, конечно, к единому мнению никто не пришел. А вот опрос в телеграм-канале «Открытая политика» говорит, что более 85% опрошенных абсолютно не понимают, о каком единстве идет речь и воспринимают этот день всего лишь как дополнительный выходной. Далее Хабиров с гордостью рассказал об успешном отражении очередной атаки дронов на предприятие Башкортостана. Хабиров не вдавался в детали, однако примечательно, что рассказывая об этой, в общем-то, дикой на самом деле ситуации, да, вот просто представьте себе, что года 3-4 назад нам кто-нибудь рассказал, чтобы башкирские топливные, нефтяные, химические предприятия периодически атаковываются какими-то вражескими дронами с целью взорвать их. Вот представьте себе такое 3-4 года назад. Ну, согласитесь, дичь полная. При этом Хабиров рассказывал об этом как-то совершенно расслабленно, как о чем-то очень заурядном и повседневном. Честно говоря, меня вот это немножко покоробило. Хабиров упомянул и о приезде в республику Башкортостан виолончелиста Сергея Ралдугина, известного не только своими музыкальными талантами, но и близостью к Владимиру Путину, а также причастностью к некому панамскому скандалу. Помните, несколько лет назад выяснилось, что очень многие нерядовые граждане Российской Федерации числятся в списках офшорных банков Панамы, где у них хранились весьма себе существенные суммы. Так вот, у господина Ралдугина тогда тоже выявили ряд таких счетов, и, в общем-то, внятного объяснения наличию таких гигантских денег, которые были на этих счетах, так и не последовало. Хабиров рассказал, что он с удовольствием наделил Ралдугина званием народного артиста Республики Башкортостан и даже публично пообещал виолончелисту построить некий дом музыки в Башкирии. Ну, видимо, по образу и подобию Дворца Борьбы. Так что впереди у нас новая эпопея, видимо, будут новые скульптуры на фасаде. Салават Щербакова без работы не останется, в этот раз придется ему извоять каких-нибудь музыкантов. И еще одно культурное мероприятие Хабиров упомянул в ходе своего вступительного слова. Речь идет о передвижной выставке из коллекции Третьяковской галереи, которая сейчас гастролирует в Уфе, и эта выставка приурочена к 450-летию Уфы. Выставка продлится до декабря месяца, и Хабиров потребовал от министра культуры обеспечить всех желающих доступом к шедеврам. Дескать, это очень нужно, а многие и в Москве ни разу не бывали. Дескать, прекрасно и прекрасно. Собственно, ничего плохого в этом высказывании Хабирова конечно не было. Жалко только, что Радифаритович не в курсе того, в каком тревожном состоянии находятся шедевры живописи, которые на постоянной основе хранятся в Нестеровском музее. Было бы неплохо, если бы Радифаритович поинтересовался у Амины Ивниевны состоянием Полотина-Ивазовского, который находится сейчас в запасниках музея Нестерова и которые недоступны для посетителей. Вот, Радифаритович, спросите Амину Ивниевну, как поживает наш башкирский Айвазовский. Внимательно ее выслушайте и не забудьте потом проверить, не солгала ли она вам в ответ. Пока мадам Прочаковская отбывает условный срок за мошенничество, сидя в офисе БСТ и получая зарплату из бюджета Республики Башкортостан, наш канал остро нуждается в вашей материальной поддержке. Так что не стесняйтесь, оформляйте регулярную платную подписку на платформе Бусти на наш канал, или просто помогайте нашему каналу через Сберкарту, которую вы видите сейчас на экране и которую вы можете найти в описании под каждым нашим видео. Только благодаря вам мы не сдаемся и работаем дальше. Перешли к регулярной повестке и поговорили о ситуации в ЖКХ и на дорогах. Ирина Александровна Голованова, исполняющая обязанности министра ЖКХ, так и не утвержденная в своей должности, сообщила о том, что за минувший период случилось только две аварии с отключением ресурсов ЖКХ более чем на 8 часов в Уфе, в Стерль-Тамаке, 61 технический инцидент и 22 раза проводились те самые пресловутые плановые работы, в ходе которых тоже отключались услуги ЖКХ. В общей сложности более 550 многоквартирных домов на минувшей неделе оставались без воды, без газа, без отопления или без всего этого сразу. Примечательно, что Ирина Александровна ни словом не обмолвилась о так называемом плановом ремонте запорной арматуры, в результате которого 16 тысяч жителей Кузнецовского затона целые сутки провели без отопления. То есть, ну а такой мелочи Ирина Александровна решила не упоминать. Ну подумаешь, 16 тысяч человек сидели без отопления. Ерунда какая. Плановая же замена арматуры была. Хабиров в ответ раздраженно потребовал от Головановой оценить работу министерства, а также замов районных администраций по жилищно-коммунальному хозяйству. В ответ Голованова уверенно заявила, что работает она удовлетворительно и никаких рисков абсолютно нет. Как оцениваете вашу работу и работу замов по ЖКХ муниципалитетов в связи с Первым снегом? Радий Фаревич, ну удовлетворительно. Отопление у нас подано абсолютно везде. Мы начали отопить сезон без больших аварий. Реализуется ряд программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Во всех муниципалитетах эта программа реализуется эффективно. Никаких сбоев или рисков недостижения, невыполнения этих программ нет. Техника коммунальная вся промониторена. Аварийные бригады созданы. Противогололедные материалы запасены. То есть все муниципалитеты отрабатывают. Жалобы с Гожелонадзора, нарушения, которые были выявлены, остались в двух муниципалитетах, но мы их добиваем. И Ростехнадзор тоже проверили проверку готовности. У нас есть некоторые муниципалитеты, которые дорабатывают. До 15 ноября все замечания будут устранены. Согласен с вами по отоплению. Чувствуется, что существует какое-то напряжение между Хабировым и Головановой, потому что уже второй раз, вторую оперативку подряд, он задает такой достаточно язвительный вопрос, на который Голованову приходится там где-то как-то выкручиваться, отвечать. Выслушав вот этот убедительный ответ Головановой, Хабиров заявил, что начало отопительного сезона было неудачным и потребовало в дальнейшем особое внимание обратить на очистку снега. Повторюсь, есть какое-то напряжение между Головановой и Хабировым. Доклад, исполняющий обязанности министра транспорта Минаковой и Любови Викторовны, в этот раз был краток и полностью имитировал сводку ГИБДД. Она сообщила нам о том, что за минувшую неделю произошло 60 ДТП, в которых пострадало 64 человека и погибло 8. Напомню, на прошлой неделе погиб всего один человек, что было чрезвычайно удачно для Минаковой, но теперь гололед и ухудшение погодных условий вывели статистику смертности на дорогах на прежний уровень. На 14 человек больше в Башкирии погибло в период 2024 года, аналогичный периоду 2023 года, и статистика эта выглядит все еще неутешительной. В дополнение ко всему, Минакова сообщила, что уже свыше 14 тысяч водителей задержаны в Башкортостане в нетрезвом виде в текущем году, что превышает годовой результат прошлого года. То есть делаем вывод, что за рулем жители Башкирии стали пить значительно больше, а у нас еще впереди почти два месяца в этом году. Ну и упомянула Минакова о такой странной истории, когда на перегоне Игленодема, железнодорожный перегон, опрокинулись 22 вагона с углем, очень вскользь она упомянула об этой истории. Дескать, ничего такого, подумаешь, 22 вагона свалились с железнодорожных путей, там все теперь нормальное, движение восстановлено. В общем, это интересная и странная история с вагонами, которые свалились с путей, это целый, получается, состав, в общем-то, серьезное ЧП, но вот об этом почему-то решили не говорить. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашему видео, а если у вас есть вопросы, соображения или предложения, то смело пишите комментарии под нашими видео. Мы обязательно все читаем, стараемся отвечать, если есть какие-то вопросы, и помните, что ваши лайки и комментарии очень помогают продвигать наше видео. А вот далее последовало несколько докладов о том, как же все прекрасно, удачно и замечательно складывается в родном Башкортостане при дорогом Раде Фаридовиче. Башкирское долголетие становится все более долголетним. В борьбе с лесными пожарами одержана убедительная победа, несмотря даже на то, что решили отказаться от строительства пожарных депо в отдаленных районах, полным ходом и в строгом соответствии с заветами Владимира Путина идет так называемая догазификация всего, что не было догазифицировано в предыдущие годы. Несмотря на то, что, например, на станции скорых помощи помещения отапливаются до сих пор при помощи электроколориферов. В целом, тишь и гладь и Божья благодать. Эта самая благодать незаметна, но очень настойчиво опускается на наш родной Башкортостан, по крайней мере, судя из вот этих вот благостных докладов. По завершении вот этих вот елейных речей Раде Фаридович с удовольствием вспомнил о том, что буквально уже не за горами сладостный форум «Россия-Казахстан», а значит снова хоровод и круговерть банкетов, приемов и упоительных бесед о том, как неуклонно растет товарооборот с Братской Республикой и как крепнет дружба между жителями Башкирии и Казахстана. Кстати, от себя добавлю, а вслед за форумом «Россия-Казахстан» у нас будет Ялтинский форум, прямо здесь, в Башкортостане. Помните, да? Добрые крымчане подарили нам Ялтинский форум, теперь он будет проходить в Башкортостане. В общем, короче, есть чем заняться Радио Фаридовичу, а под конец он еще и вспомнил о том, что скоро Новый год. В общем, настроение резко улучшилось, не на этой мажорной ноте. Собственно, оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан было завершено. Сложилось четкое ощущение того, что то ли принято решение, то ли это теперь какой-то уже обычай. Не говорить ни о каких проблемах вообще, говорить только о том, что прекрасно и замечательно, по крайней мере, вот в этом чудесном, фантастическом мире башкирских чиновников. То есть, вот послушать это оперативное совещание, ну, кроме пьяных за рулем, собственно, никаких особых проблем в Башкортостане нет. Вообще, от слова совсем. То есть, это как в том анекдоте, их не интересует беспорядок, они за порядком следят. Субтитры создавал DimaTorzok